Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о фильме «Перевал разбитых сердец». Подписывайтесь на наш Бусти, где выходят пересказы без цензуры и эксклюзивные видосы. Ссылка в описании. Выше! Сержант первого класса Корпуса морской пехоты США Том Хайвэй прошел две войны – корейскую и вьетнамскую. Они не только закалили его характер, но и сделали Тома более невыносимым. От него ушла жена, его перевели в другую часть для прохождения службы и отказывались повышать в звании. А еще Хайвэй любил помочиться на полицейскую машину в нетрезвом виде, из-за чего его арестовали и посадили в общую камеру. Здесь Том чувствовал себя прекрасно. Он травил байки о службе, и это не понравилось одному мордовороту. Он решил проучить Хайвэя, да только этот грязный Гарри и не таких обламывал. Тому делал наглеца и вернулся к своим историям. Потом у него был суд, и его отпустили за пригоршню долларов под залог, дав последнее предупреждение. Однако совесть Хайвея явно не мучила, ведь выйдя на улицу, он тут же нахамил копу, чью машину пометил недавно. Томас был с занозой в заднице любого командира, к которому он попадал. При этом он всеми силами пытался вернуться в свое подразделение, направляя начальству бесконечные запросы. Наконец на них ответили, и Хайвэю разрешили перевестись во 2-й разведывательный батальон 2-й дивизии морской пехоты. К новому месту службы он отправился на автобусе. В этот момент в одном из баров, расположенных на пути следования этого автобуса, выступал парень по имени Стич Джонс. Стич был хороший, да только его цвет кожи и острый язык не понравились местным ребятам, и Джонса выбросили из бара под проливной дождь. Стич не растерялся и остановил автобус, в котором ехал Хайвэй. Так они и познакомились. Этот болтливый музыкантишка сразу не понравился Тому. Чтобы заткнуть его, пришлось дать ему банку пива. Когда автобус остановился у придорожной забегаловки, Хайвэй и Стич зашли перекусить. После обеда Том удалился в туалет, оставив деньги за еду и чаевые. Джонс не растерялся и слямзил наличность. А официантке он сказал, что за все рассчитается его друг. Затем Стич прыгнул в автобус и уехал. Выйдя из нужника, Хайвэй понял, что потерял на несколько долларов больше, чем после освобождения под залог. Прибыв на место, Том встретился со старым другом, сержантом Чучжу. Затем он познакомился с командиром, майором Пауэрсом. Он прочитал дело Хайвея и твердо решил выгнать его из вооруженных сил США. Пауэрсу не нужны старики, не подчиняющиеся приказам и нападающие на офицеров. Он привык, чтобы все делалось в точном соответствии с уставом. После общения с хорошим другом и плохим майором, злой Хайвэй отправился в ангар разведывательного батальона, которым ему предстоит командовать. Предыдущий сержант собирался на пенсию, поэтому относился к тренировке бойцов спустя рукава. Хайвею придется постараться, чтобы навести здесь порядок. Том с порога показывает, кто здесь хозяин. Доведя будущих разведчиков до нужной кондиции, он замечает Джонса. Оказалось, что Стич ехал к месту службы, когда познакомился с будущим командиром и своровал у него деньги. Хайвэй решил отыграться на этом пакостнике и для начала вырвал у него из уха серьгу и вернул свои деньги. Когда Том покинул ангар, Джонс и другие решили натравить на него шведа. Надо только дождаться возвращения этого здоровяка из тюрьмы. Разобравшись с молодняком, Хайвэй пошел к своей старой подруге Мэри Джексон. От нее Том узнал, что его бывшая жена Эгги работает официанткой в баре неподалеку. Он решил навестить ее. Когда он пришел, в баре выступал Стич Джонс. Увидев бывшего, Эгги перешла в боевой режим и они поссорились. Тут выяснилось, что она теперь встречается с владельцем заведения Роем. Между ним и Хайвэем происходит конфликт, и они чуть не начинают драку. Эгги заставляет Тома уйти, а Рой увольняет Джонса, чтобы насолить Хайвэю. Больше Стич не сможет выступать в этом баре. Утром следующего дня Хайвэй разбудил солдат с восходом солнца. Он познакомился с ними и заставил снять майки. Все бойцы должны выглядеть одинаково, поэтому если их одежда отличается от его формы, им придется бегать в одних шортах. Погоняв солдат по округе, Том пошел к лейтенанту Рингу, не вылезающему из-за стола, и попросил допустить его бойцов к тренировкам по особой программе. Лейтенант дал добро. Более того, он решил позднее присоединиться к батальону Хайвэя. На следующий день разведчики снова надели не те майки, и им пришлось бегать с голыми торсами. Это повторялось еще несколько раз, пока солдаты не сдались. Хайвэй устроил им тренировку с применением боевого оружия. Он использовал автомат Калашникова, чтобы припугнуть бойцов и заставить их собраться с силами. Это заметил сержант Вебстер и доложил обо всем Пауэрсу. На стрельбах разведчики показали себя неплохо. Один только Профайл опозорился, когда чуть не перестрелял командиров. Он решил, что автомат заело и навел его на офицеров, а тот взял и выстрелил. В качестве наказания Профайл всю обратную дорогу бегал вокруг своих сослуживцев. Вечером Хайвэй отправился следить за бывшей женой. Он видел, как Рой провожает ее до дома и ждал, когда Эгги уйдет с работы без него. Следующим утром Том пришел в ангар к своим подопечным и понял, что они задумали бунт. Они не подчинялись приказам, а когда Хайвэй начал угрожать, вывели против него шведа. Этот громила кинулся на сержанта, и тому пришлось урезонить неуравновешенного будибилдера. Вместо того, чтобы отправить его в тюрьму за нападение на офицера, Хайвэй велел ему идти на построение вместе с остальными. Через некоторое время батальону доложили, что майор Пауэрс будет отрабатывать на разведчиках боевые навыки элитного подразделения. Майор проводил такие тренировки и раньше. Их суть заключалась в том, что бойцы 2-го разведывательного батальона устраивали засаду в определенном месте. Тут их всех убивали, ну не по-настоящему, конечно, а с использованием специального оборудования. Но в этот раз все прошло иначе. Том Хайвэй велел бойцам организовать засаду в другом месте. И когда Пауэрс с солдатами шел мимо, их всех перестреляли. Майору такой трюк очень не понравился. Ваша засада не там, где надо. Он вызвал к себе сержанта, чтобы отчитать и наказать за неподчинение приказу. Но лейтенант Ринг его прикрыл. Ринг сказал, что это он велел Хайвею изменить стратегию. Вскоре после этого бойцов подняли по тревоге. В этот момент Том находился в баре, но ему позвонили и вызвали на службу. Его батальон прибыл на место сбора, где уже находился Пауэрс. Майор был уверен, что это боевая тревога, но она оказалась учебной. Через пару дней один из солдат Хайвея, Апонте, снова куда-то пропал. Джонс сказал, что он заболел, но сержант не поверил. Он заставил Стича признаться, куда время от времени исчезает его сослуживец. Оказалось, у Апонте есть жена и двое детей. Однако военного жалования не хватает, чтобы прокормить семью. Вот ему и приходится подрабатывать втайне от командования. Чтобы он не рисковал, уходя в самоволку, Хайвей дает ему денег. Затем он отправляется в гости к Эгги. Он попытался стать лучше, был обходителен и вежлив. Но Эгги заподозрила в этом хитрый трюк, при помощи которого Том хочет втереться в доверие. Она обвинила бывшего мужа в неискренности, после чего они поссорились и Хайвей ушел. Он напился в баре, а оттуда загремел в кутузку, где его и нашла Эгги. Она пришла выручать бывшего мужа вместе с сержантом Чуджу. Волею случая здесь оказался и Джонс. Он устроил потасовку в кабаке и его посадили в одну камеру с Томом. Когда их обоих вытащили, Чуджу рассказал о прошлом Хайвея и его наградах. После этого Джонс начал еще больше уважать своего командира. Этим же вечером он узнал, в какой футболке завтра выйдет на тренировку сержант. Он рассказал об этом сослуживцам, и утром они, наконец, были все в одинаковой форме. Правда, лейтенант Ринг подпортил картину, придя в белой футболке. Но Хайвей не стал возмущаться по этому поводу. Через некоторое время их снова отправили на совместные учения с подразделением сержанта Вебстера. Вместе с Вебстером отправился майор Пауэрс. Им нужно было занять высоту раньше разведчиков Хайвея. Но так получилось, что две команды пришли одновременно. Сержант Чуджу был судьей, и он предложил разрешить спор в рукопашную. Бойцы двух подразделений собрались в яме с водой и начали мутузить друг друга. В итоге бойцы Хайвея победили, но Пауэрс заявил, что они жульничали. Тогда Чуджу предложил сразиться с сержантом. Вместо Вебстера драться с Хайвеем вызвался Пауэрс. Том уделал майора, и его батальону отдали победу в соревновании. После этого Пауэрс отправил Вебстера к бойцам Хайвея. Он хотел, чтобы те настучали на своего сержанта, но Джонс и остальные отказались это делать. В этот момент Том находился на приеме, организованном для военных. Сюда же пришла и Эгги. Они снова начали сближаться. Однако во время танца Эгги сообщила, что Рой сделал ей предложение. Она не успела сказать, согласилась ли стать женой Роя. Хайвея вызвали по тревоге в военную часть. Его вместе с разведчиками, как и Пауэрса с его людьми, отправили в гренаду для выполнения боевого задания. Американских студентов взяли в заложники, и их нужно освободить. Хайвея с его людьми посылают вперед, чтобы они оценили обстановку и доложили командованию. Но по дороге они встречают разведчиков противника и вступают с ними в бой. В ходе перестрелки сержант отдаляется от группы и идет вперед. Его солдатам удается вытеснить неприятеля. Когда вражеские разведчики покидают укрытие, Хайвей убивает их. Затем его команда выходит к мосту, где организован блокпост. Тут снова начинается перестрелка. Переломить ситуацию удалось Джонсу. Он завел бульдозер, стоящий неподалеку, и под прикрытием отвала подошел максимально близко к укреплениям врага. Всех удалось перебить. После чего разведчики освободили студентов и двинулись дальше. На холме неподалеку были замечены солдаты неприятеля, и Хайвей со своими людьми должен отправиться туда. Поднявшись, они попадают в засаду. Нескольких бойцов ранят, а Профайла, который вечно косячил на учениях, убивают. Рацию повреждают в бою, но нужно как-то связаться со своими и запросить поддержку. Лейтенант Ринг предлагает использовать для этого телефон, найденный в здании. Необходимо только восстановить кабель. Хайвей отправляет на крышу Джонса, и тот скрепляет телефонные провода. Разведчикам удается вызвать подмогу, но в ходе сражения сержант получает ранение. Солдаты бросаются его спасать, и в этот момент прибывают вертолеты США. Неприятеля нейтрализуют, а Хайвей остается жив. Они движутся дальше и находят засевших в здании противников. Разведчики заставляют их сдаться. После успешной зачистки прибывает разъяренный Пауэрс. Он недоволен, что Хайвей нарушил его приказ и вступил в бой с врагом. Майор хочет наказать его, но за Тома вступается командир полка, прибывший на место проведения операции. Он хвалит его за проявленную инициативу, а Пауэрса отправляет перекладывать бумажки в штабе, ведь майор явно не годится для боевых заданий. По возвращении домой Хайвей решает уйти на пенсию. Он хочет пожить спокойно, пока есть такая возможность. Когда он выходит из самолета, его встречает Эгги. Она отказала Рою и выбрала в качестве спутника жизни своего бывшего.